С давних времен в деревнях Каргопольского уезда сложился сезонный гончарный промысел на местных красных глинах. Летом каргопольские гончары работали в поле, а с октября до весны занимались изготовлением глиняной посуды, печных горшков, кубов, крынок, мисок. Из остатков глины мастера лепили игрушки, не придавая им особенного значения. Глиняные лошадки, упряжки, фигурки людей и животных стоили недорого, особенным спросом не пользовались. Их лепили скорее для собственного удовольствия, чем ради заработка. В начале 1930-х годов гончарный промысел постепенно сошел на нет. Еще раньше прекратилось изготовление игрушек. Лишь несколько мастеров продолжали их делать. Старым каргопольским игрушкам не повезло, специально их не сохраняли. Все они в начале 20 века были достоянием детворы. В 60-е годы почти невозможно было найти игрушку 50-летней давности, а до революционного периода считанные единицы сохранились лишь в музеях. Что же было в этих игрушках изначального и что добавлялось со временем нового? Каковы ее стиль, язык, круг образов? Известными мастерами после революционного периода стали Иван Васильевич Дружинин и Екатерина Андреевна Дружинина из деревни Гринёва. Одни из самых лучших не только в Каргополье, но и в России. Основатели целой генастии мастеров Дружинина. Для работ этой семьи характерны монументальная пластика и роспись с тонкой цветовой разработкой орнамента. Сохраняя традиционные формы, более поздние мастера делают ее более изящные, порой четче акцентрируют детали, щедро расписывают маслом, избегая, однако, излишней пестроты. Помимо фигурок людей, каргопольцы лепят коней, коров, медведей, оленей, героев сказок и былин. Одним из самых популярных персонажей в каргопольской игрушке был и остается полкан. Полуконь – получеловек. С окладистой бородой при орденах и эпалетах. Среди других сказочных героев присутствует лев, птица-сирин, конь о двух головах. Сохраняя традицию, каргопольские игрушечники придумывают новые формы и сюжеты своих произведений. Так появились многофигурные композиции – тройки, воски, охоты и другие. Их украшает не блеклый узор, наведенный цветной глиной по известковому фону, а яркая темперная роспись. Среди каргопольских игрушечников особое место отведено Ульяне Ивановне Бабкиной, единственной мастерицы, никогда не прекращавшей заниматься этим ремеслом. Ей принадлежит заслуга не только сохранения, но и возрождения древнего промысла. Она запомнила с детства сказочного полкана и первая вновь стала лепить его. Многие современные мастера учились у нее забытому ремеслу. Произведения Ульяны Бабкиной хорошо знакомы зарубежному зрителю. Игрушки-мастерицы экспонировались на выставках в странах Европы, Азии и Америки. Они хранятся сегодня в многочисленных частных коллекциях и в лучших музейных собраниях нашей страны. К ней приезжали художники и искусствоведы, этнографы и писатели, шли многочисленные туристы из самых далеких мест. Каргопольский промысел всегда был семейным. У Шевелевых, Завьяловых, Рябовых секреты мастерства передавались из поколения в поколение. Род Шевелевых, гончаров и игрушечников насчитывает не менее пяти поколений. Александр Петрович Шевелев в 1967 году возглавил гончарную мастерскую. Начинать ему пришлось все заново. Не было ни оборудования, ни гончаров. Теперь многие удивляются, как с такими малыми возможностями ему удалось наладить производство и обеспечить район и поныне необходимой в селе глиняной посудой. В 2003 году семьей Шевелевых был открыт музей каргопольской глиняной игрушки. Одна из главных задач музея – популяризация традиционного искусства Каргополя и его окрестностей. Каргопольская глиняная игрушка, как художественное явление, по праву занимает одно из первых мест среди российских собратьев. Творчество одаренных мастеров, принявших славу промыслу, возрастало на традиционной народной художественной культуре. И нынешнее поколение с честью и достоинством продолжает эту традицию.